Приветствую вас. Прочитал ваш текст. Я бы сказал, что ответ Кудрущева Игоря Леонидовича на ваш вопрос является наиболее, скажем так, адекватным, наиболее глубинным, да, наиболее интересным. Вот. Наиболее полным. И, соответственно, рекомендую вам к нему прислушиваться. Ну, к ответу, вот. Именно. Именно к ответу коллеги. К ответу Кудрущева Игоря Леонидовича. Вот. Дальше. Скажу честно, я не очень понял, с какой целью вы задаете вопрос свой. Тут даже вопроса, по сути, нет. В вашем тексте, да, есть просто текст. Есть просто определенный текст, вот. Вот. В котором вы рассказываете определенную историю. Вот. Но, что это за история, может, соответственно, какие у этой истории есть, так сказать, причины, совершенно не ясно. к сожалению. А жаль, потому что очень хотелось бы действительно, вот, понять, что с вами происходит. То есть, действительно было, действительно хотелось бы разобраться с тем, почему стала так, вот, стала вот такая ситуация происходить. Да, почему она стала возможной. Вот. Следующий вопрос. А, вы обращаетесь к кому? Вы обращаетесь, вы обращаетесь к психологам, к зеотерикам. К кому? Потому что, ну, для психологов, здесь я бы не сказал, что есть какая-то прямо работа. Матя, да. Именно для психологов. Потому что, ну... Нет проблемы. Психологической. Вашей проблемы нет, скажем так. Нет, вашей проблемы. Безусловно. Да. Есть проблема мужа. Безусловно. Есть проблема мужа. Но нет вашей проблемы. И именно, потому что нет вашей проблемы, да, именно по этой причине непонятно, что вам здесь можно порекомендовать. Опять же, как правильно сказал мой коллега вам. А, если для вашего мужа проблема с работой является таковой, да, то, соответственно, пусть он сам и обращаетесь. к нам за решением своей проблемы. Вы, в данном случае, пытаетесь решить эту проблему за него, а это так не работает. Дальше. Ключевой аспект, ну, один из ключевых аспектов вашей ситуации заключается в том, что мужчина, Судя по всему, может позволить себе не работать. Мужчина может, судя по всему, позволить себе не работать. Мужчина может позволить себе не зарабатывать деньги. Мужчина может позволить себе, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, перебирать, да, перебирать те же места работы, да, говорить, этого я не буду, этого я не буду делать, этого я не буду, так далее, так далее, так далее. Вот, это первое. То есть, у мужчины нет мотивации что-либо делать, нет мотивации. Грубо говоря, нет мотивации работать. Зачем работать, если вы можете жить и без его материальной помощи? Ну, допустим. Допустим. Это неприятно. Вот, конечно же, это, конечно же, неприятно, безусловно. Вот, но, тем не менее, тем не менее, то есть, определите какая мотивация, если у вашего мужа, да, мотивация работать. Значит, вот именно мотивация. Мне почему-то кажется, что у вашего мужа такой мотивации нет. Это первый аспект, который, значит, ну, на который нужно обратить ваше внимание, да. Аспект, аспект второй касается ситуаций, в которых мужчина увольняется. То есть, вы говорите, что стоит ему устроиться на работу, условие ухудшается, и он, соответственно, увольняется. Это очень интересный момент. Давайте мы с вами его разберём. Что это за условия? Такие. Такие. С чем они связаны, эти условия? Такие. То есть, как, грубо говоря, эти условия появляются? Вот. Ну, по результатам чего они, эти условия появляются? Как, как мужчина сам, сам, да, объясняет данный аспект? Наверняка он же его как-то объясняет. Вот хотелось бы эту историю послушать. Хотелось бы понять, что это за история. И что конкретно, вашему, вашему мужу не даёт работу. То есть, вполне возможно, вполне возможно, что он совершает какие-то ошибки. Вот. Эти ошибки, их можно, в принципе, исправить, эти ошибки можно, в принципе, подкорректировать, да, с этим проблем никаких быть не должно. Вот. Но обращайтесь с проблемой вы, тем не менее, а не вашему мужу. Это, мне кажется, ключевым, ключевым моментом. Вот. То есть, либо вашему мужу стыдно, у него есть какая-то отговорка, вот, чтобы не обращаться самому за помощью. Вот. Либо ему просто это не нужно, не нужно. Вот. Либо у него, возможно, есть определенный, определенный жизненный сценарий, вот, при котором у него, вот, имеют место быть проблемы с работой. Такое, к сожалению, тоже невозможно. И в этой ситуации, в этой, именно в этой ситуации, мы тоже можем помочь, безусловно. Вот. Но, опять же, для этого нам нужна, для этого нам нужна, нам нужна вообще помощь, для этого. Вот. Благодаря этому, а, то есть, нам нужна наша помощь, здесь. Если мы хотим ему помочь. Ну, вот. То есть, для начала, для начала, то, что вам нужно сделать, то, что вам нужно сделать. что, поставить, кхм, кхм, своего мужа, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то больше вы, например, его содержать не будете. Или что, либо он работает, да, либо он работает над проблемой и старается это исправить, либо он, соответственно, чего-то лишается. Ну, чего лишается, вы обновы определяете самым, я полагаю. Ну, то есть это понятно, да, наверное, что вы, вам, вам самой нужно определить, чего именно лишается мужчина. Вот. Ну, в принципе, только так можно здесь что-то сделать. Понимаете, а иначе это, всё это, ну, это просто издевательство. Да, то есть мужчина, может быть, вот, он не хотел переезжать. Вот. Но из-за вас там, грубо говоря, да, из-за вас, он переехал, например. Вот. И теперь он вам так уместит, типа вот я для себя переехал, допустим, вот, а теперь это сплачивает за меня. Вот. Может быть, конечно, и другая всё, что мужчина хотел переехать, вот он хотел переехать, вот он сильно хотел переехать, у него было очень много ожиданий по этому поводу, вот, но было очень много ожиданий, вот, но по итогу ожиданий было слишком много, вот, слишком много было ожиданий, и они просто-напросто ввели человека в, скажем так, ну, в разочаровании, что-то он слишком идеализировал. Данную историю, данная ситуация слишком идеализировал. Вот. Что и привело к проблемам. Проблема. Так или мячи, финальная проблема есть у вашего мужа. Да, у вашего мужа есть сценарная проблема, то есть проблема с поведением, и эту проблему нужно решать. Поскольку семья есть система, ну, то есть всё взаимо друг друга дополняет, вот, то вам нужно понять, что вы отчасти к этому причастны, вот, то есть вы причастны к тому, вот, что ваш мужчина, вот, не работал. А, заметьте, 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 пожалуйста, заметьте. А, я вас не обвиняю, да? Не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвинял, в чём-то. Вот. То есть именно вот такой идеи, да, именно идеи обвинить вас, а, ну, в чём-то, у меня нет. Именно идеи обвинить вас, у меня, у меня нет. Но я хочу, чтобы вы увидели, чтобы вы увидели, а, возможную проблему, чтобы вы увидели её, эту проблему. Вот. И, соответственно, проанализировали, что в вашем поведении, конкретно в вашем поведении, а, значит, может стимулировать вашего мужа не работать. Вот. То есть, со своей стороны, со своей стороны, сделайте всё для того, чтобы у него была работа, мотивация работает. Понимаете? Вот. Может быть, человек вкладывает, ну, в работу, чересчур много всего, да, то есть, ну, слишком, слишком много, он ждёт, например, от работы. Такое тоже может быть. Вот. Ну, это, опять же, это, опять же, проблема мужчин. Мужчина. Это не ваша проблема. И расплачиваться, расплачиваться за неё, за данную проблему, вы не должны, ну, по крайней мере, вот, по крайней мере, так вот, как, как это представляется мне. Понимаете? Вот. 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 Так это, вот, мне видится. Вот так. На этом, в принципе, всё. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, мой ответ дал вам почву для размышлений. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае тут нужно крепко подумать, просто сесть вот с мужем вашим вместе и подумать, что вообще происходит. Почему вообще так происходит? Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет о чём-то говорить. После этого уже можно будет что-то говорить. Понимаете? Если у вас остались вопросы, пишите в личку, вы рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Всё. Следую. Продолжение следует...